Доброе утро! У нас пятница. Сегодня уже у нас последний день каникул. Утро. Папку отправили на работу. И Дошка пошел немножко поиграть после завтрака. А Габочка читает книжку, да? Да. Нет. Скажи, ты картинки смотришь? Да. Слава Богу, вроде ночью, конечно, была температурка. Немножко с ней там погладить. Ее нужно было водичку пару раз принести. Но вроде сейчас фут-фут-фу. Будем смотреть, как в течение дня будут продвигаться дела. А число у нас сегодня какое? Какое сегодня? 17-е. 17-е марта уже. 2017 год. 17-17. Да, моя зая. Бабочка моя, ты нарисовала бабл-капис. Такого девочку-рыбку. Мой бабл-капис. Какая ты молодец. Боже, и ручки, и пальчики ты уже рисуешь. И пупчик ты нарисовала ей, да, пупик? Это пупик. Пупик. Молодец, какая, боже мой. Ты мой художник маленький. Так, у нас время уже 3 часа за 3. И я решила пройтись на улице 4, плюс 4, чувствуется как 0 градусов. И мы все-таки решили, я думаю, пройдусь с ними хотя бы. Габи, не иди по болоту, я прошу тебя в кроссовках. И я решила пройтись с детками до парка. Побегаем там, ну хоть часик, как сказать, пробздеться, провоняться, выветриться. Ну, вместе с дорогой, вместе с дорогой. Считай, мы идем туда 10 минут назад, 10 минут, это уже 20 минут. Да, так что так, пойдем, пока не замерзнем. Габи взяла с собой мелочки свои. Да, будем рисовать. Солнышко приятно, хочется немножко просвежиться. Тут дома сидим, как это пробки. Хотя ветерочек вот сейчас ощущается. Ну, по-любому, надо подышать. Так что, пошли на площадку. Я вам сказала, что время 3, время уже 4. Называется, Инна, доброе утро. Давай, раскрыть тебе мешочек с мелочкой. А вот и раскрыла сама мелочки. Вот такая хорошая погода, парк пустой. Есть несколько людей. Недушка на горке. Уже Габи, хочешь кататься на качельке? Ну? Так я поняла. Рисуй. Рисуй цветочек или солнышко, что-то нарисуй нам. Ну что, Идуша, как атмосфера? Как все хорошо здесь? Все на месте? Нового ничего нету? Горки мокрые или сухие? Ида, посмотри на меня. Мокрые или сухие горки? Ну, это что значит? Мокрые или сухие? Сухие. Сухие. Уже вороны цвали. Хорошо. Очень хорошо. Мам, очень рада. Ты можешь идти куда ты хочешь? Я не могу тебе говорить, куда идти. Беги. Давай, я подержу. Ты будешь бежать. Все, нарисовала. Художество закончилось. Понятно. Ну, бегайте. В общем, одним словом, ребята, мы гуляем. Поехали. Молодец. Где наша Габи? Вон Габи бежит. Следующий на очереди бежит. Габи, давай. Габи, давай. Молись. Молодец. Куда? На качельку? Пошли. Вот катаются мои бейбики два. Катаются себе. Габи уже совсем остановилась почти, да? Надо раскатать в космос. В космос. Полетели, полетели. Бебики мои два летят в космос. Фаст. Еще быстрее. Ты хочешь достать того солнышка? Не, 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 не. Так, ты не отрывай ручку, ты можешь упасть. Все, да, солнышко там. Держись, держись. Ой, эти дети, господи. Катайся, зайка. Я пойду посмотрю, куда там Габи у нас делась. Она уже где-то тут у нас захоленилась за этой горкой. Куда она делась? Привет. Ну, где он там? Привет. Ручки грязные? Потом дома помоем. Давайте show you how it's done. Да, и Даша, видишь, может залазить. Когда был маленький, не мог. Когда мы только приехали сюда, тебе было пять лет с половиной. Ты боялся сюда залазить. Потом, когда ты залез, боялся слазить. А сейчас уже и прыгаешь оттуда, и лазишь. Видишь, как все со временем происходит? Ты сейчас похож на котика морского. Насел. Куда, Маруська, ты пошла моя? Габи, идем на ту качельку, ту для бэбиков. Пойдем на ту качельку туда кататься, вон там, которая. Пойдем? Ну, ну пошли. Меня еще как-то спрашивали про доступность кортов. Вот, пожалуйста, детская площадка вот вам здесь. Видите, это детская площадка, на которой мы гуляем. И здесь же, за бугорочком, для большого тенниса, корт. Здесь летом растягивают сетку. Две сетки. Вот здесь есть на два места. И играют люди парами, на пары там, как хочешь. Вот такое здесь покрытие, такая как резина, сверху покрытая. Боже, я в какое-то болото встала или что? И вот так сейчас, сынок. Иду, застегись, потому что это вот, чтобы ты еще мне не простыл. И вот здесь вот на пары играют. Здесь летом очень активно, тут аж очень в очереди на лавочке сидят, ждут. Потому что вечером, особенно после работы, люди хотят немножко расслабиться, прийти поиграть. Но сейчас еще только начало сезона. Да, сынок? Ну, поехали, давай. Поехали. В соу. Дана побежала. Старт. Габи, иди сюда, там собачки могут быть. Пошла. Иду, беги давай, вот это, куда ты там бежал. Вот это, дай побегать. Вот так люблю их вывести, чтобы они вот это побегали. Он когда еще был маленький, когда мы приехали только... У нас тоже, мы жили там возле стадиона в Монреале. И он только научился ездить на велосипедике. Не, это было не то. Да, когда он научился, я его отправляла, говорю, так, ну давай, еще кружочек, и еще кружочек. И он выполнял, сколько я ему говорила кружочков, потом я ему говорила бегать. А, потом я ему говорила бегать, бегать. Говорю, сейчас пробеги мне вон туда. И он бежал, старался. И вот это я его гоняла, гоняла, чтобы ребенок усыпал, приходил лучше. Моя зайка. Но, кстати, так и не прошло. Он у меня очень долго засыпал со мной. В общем-то, можно сказать, пока мы не переехали в дом. Ему уже в доме было 5 лет. И то еще первые дни какие-то я приходила. Поэтому по поводу того, что Габи приходит. И Доня приходил, потому что мы спали в одной спальне все. Что ты хочешь, доча? Что, Кен? Габи, одеть рукавички тебе. Так что он просто спал с нами в спальне. Сама себе приказала, сама побежала. Сама себе режиссер. Ты можешь, Элитл, да. Ну да, она сейчас за тобой пойдет прыгать. Он на Рокс. Ну, хорошо. Эти камешки есть. Сейчас он будет на них прыгать. Естественно, она сейчас за ним пойдет, понятное дело. Он даже на меня не смотрит. Ну да, Элита побежал. Хорошо, на улице прикольно. Я довольна, что хоть немножко проветримся здесь. Погуляем. В общем, мы вернулись с прогулочки. Детки говорят, мама, давай нам панкики. Ну, давай. Сейчас опять у нас такое время 5 часов. Папа уже придет. Они будут вместе с ним ужинать. Пообедали они перемешками. Поэтому сейчас я им сделаю панкики. Опять у нас панкики, любимая еда. У кого-то кормфликс. У нас кормфликс, я думаю, практически никогда не бывает. Если есть, то я его даю только, в принципе, на выходах. Но зато у нас есть панкики. Все. Так, я им полью сейчас это все этим клубничным сиропом. Вот, немножко заделаю. Сейчас, почитав ваши комментарии, погуляв на улице, немножко, как бы, больше энергетики появилось, такой положительной, в плане готовки вечерней. Хочу, сейчас же выходные идут. Нужно что-то, какие-то перекуски всегда, чтобы были. Вот я хочу сделать этот заливной пирог. Но он, скорее всего, будет для меня. Из вот этой подливы, которая не удалась мясной. Мне тоже она не удалась, потому что ее никто не ест. А есть надо, я же сама не буду ее, куда мне ее лить, если никто не ест. Так, я с ней сделаю пирог заливной. Добавим туда. Ну, сделаем обычное мое заливное тесто, только лишь вместо начинки залью эту начинку, эту жидкую с мясом. Дальше. Дальше я хочу сварить, сделать оливьешечку небольшую. Огурца соленого нету, сделаю со свежим огурцом. Может и без огурца. Будет немножечко легкая импровизация. Потом, что еще? Нужно еще сделать, на самом деле, для этого надо будет отварить картофель. То есть, это будет оливье на завтра, пирожок. Есть у меня на сегодня шарики и суп. Что тебе еще дать, габочка? Пить молочко дать? Да. Что там? Солнышко? Ну, я один сироп. Сироп? Да. Еще полить? Да. Вкусно, сынок? Я рада, что вам понравилось. Я рада, что вам понравилось. Вот так. Ой, почему все дети любят сладкое? Почему все дети любят так сладкое? Причем не просто сладкое. Им прям надо вот, чтобы аж было очень сильно сладкое. Так, видите, я на палке держу. Но это не палка, а моя тренога к камеру. Все, еще вот так прыг, прыг, прыг. Все. Габи и Ада. Да, Габи и Дошка. Короче, одним словом. Все, я уже. Тесто готово. Вот это та моя подлива, которая уже конец. Ну, и не то, чтобы она тут все осталась, да, ее здесь почти нету, чтобы вы понимали. Сейчас мы это все воссоединим, и оно пойдет у нас в духовку, которая уже нагревается. Вот в этой прекрасной сковороде, которую мне подарила моя подруга. Которая фирма Рок. Ну, типа как каменные, с каменной натуральной, они очень тяжелые, тяжелющие. Но они очень привередливые. То есть, я уже говорила их. На большой огонь ставить нельзя, мыть в очень горячей воде нельзя. Шоркать нельзя, только мягкой губочкой. Под холодную воду, когда горячие, там ставить нельзя. Если они влажные, ну, на керамическую поверхность, на любую ногу, их ставить нельзя. То есть, очень много нельзя, и очень мало что можно. Обязательно с маслом, в отличие от тефлоновых, они обязательно с маслом идут. То есть, без масла на них нельзя жарить. Потому что, почему? Не потому, что жирно не жирно, а потому что может повредиться поверхность. Что делают мои дети? Какая здесь разглагольствую. Поели сладкое. Вот, в общем, короче, сейчас будем все это объединять и ставить в духовку. Картофель у меня уже на оливье варится. Сейчас начну потихонечку нарезать другие ингредиенты. На ужин есть тут, сейчас поставлю греть, потому что Костя уже на подходе. Думаю, сделать еще картофельный пирог любимой Косте. Но уже не хватает картофеля у меня. У меня немножко осталось, хочу на выходные просто оставить. То есть, вот, картофель в дом. Я не люблю без одной, хотя бы одну-две картошки, чтобы не оставить. Я не люблю так. Так, ну все, в общем, пока что пошла я все это соединять пирог свой. Увидимся по полу. Ну, я опять хочу спать. 6.30 вечера. Костя пришел, перекусил опять с головной болью. Покушал суп, принял таблетку, пошел лег спать немножко. Мы тут с Габи, мое видео поднялось. Я сразу поставила проверять его. Давайте посмотрим, что у нас тут с нашим пирогом происходит. Вон какой красавчик уже получился. Сейчас мы его будем вытаскивать вместе с вами. Так. Возьмем. Вот так. Ручка горячая. Сейчас мы можем проверить. Ох, красавчик какой. Так, сейчас я его это еще иду. Сначала проколю. Посмотрю. На что он годен. На что он годен. Ох, какой красивый, блин. Сейчас я вам покажу. Так, сейчас нужно опустить это вот так. Моя вся грязная кухня в конце дня. Видите, какая красота. Короче, Габи включила видео. Так, я опять начинаю быть растерянной. Что я пришла сюда? Картошечку сейчас я ею. Короче, у меня будет без огурцов. Так-то у меня все есть. А огурцы не обязательно. Я хотела делать со свежими. Костя мне говорит. Инна. Но нету соленых. Значит, будет без огурцов. Я говорю, Костя, без проблем. Без проблем. Ну вот. Сейчас мы... Сейчас, нет. Я картошечку залью еще холодной водичкой. Пусть она в холодное чуть-чуть поставит. Сейчас пока что нарублю все остальное. Встретимся попозже. It's got my favorite movie, it's Yu-Gi-Oh. So, it's just the intro part of, like, last time on Yu-Gi-Oh!'s Zaxle. It's my favorite movie. But the song has to start, Mommy. It's going to start soon. Really, really soon. It's going to start. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Напоминаю, здесь была подлива Поэтому он немножечко будет более жидкий Внутри Ваше здоровье Еще горячее немножко Как будто с кремом внутри Супер Ребята, короче, любая начинка Кусочки мяса Какие-то овощи попадают Супер Я счастливая Пожалуйста, еще пирог Какой блестящий и красивый Все Перестаю вам жевать в камеру Диагата, уже вечер Я лежала на диване Сейчас смотрю кино Пришла на кухню поставить чайник Вечер пятничный Начался Мы с Костей заседаем на диване Напротив телевизора И Дошка еще не спит Он скоро пойдет Габи уже спит Хорошо Они поужинали И будем вкладываться Но спать еще нет Время полдесят Я бы уже шла спать Посмотрим Скоро может пойду Все Вам желаю спокойной ночи Хорошего выхода До завтра Спасибо, что были с нами Еще один день Субтитры сделал DimaTorzok